друзья всем привет прямой эфир у меня тут недавно у дочки был день рождения и начали вспоминать что было 35 лет назад а 35 лет назад я будучи студентом педагогического института подрабатывал по ночам молочном магазине ночным приемщиком товара вот почему эту тему решил вспомнить поднять осветить потому что были в комментариях пожелания рассказать что-либо интересное и каким образом я докатился до до такой жизни вот как сейчас получается и я решил все таки рассказать потому что клюв михаил здравствуйте потому что это может быть кому-то интересно потому что ну было сложно было действительно напряженно потому что режим состоял такой что с утра подъем михаил дела нормального часа за рассказываю как дела были 35 лет 35 лет назад и подъем по и поездковый институт там лекции семинары практически работы очень много было работы в залах потому что учился на факультете физического воспитания и там было соответственно мы проходили фактически все виды спорта которые в школах преподают мы должны были сами на себя пробовать все эти виды спорта на тот момент у меня уже была семья готовилась появлению дочка и зарплат пенсии не хватало катастрофически потому что пенсия стипендию было где-то 40 рублей 42 рубля что тут такое соответственно семью надо было как-то кормить и зюдо или самбо и самбо дзюдо и это это одинаково для меня и приходилось искать подработки соответственно подработки подработки так скажем правильные чтобы из института не выгнали хотя других подработках тоже к слову придется потом папа рассказываю тоже много интересного и так с утра институт после института домой появлялся на какое-то время иногда там были тренировки со сборной института потому что я уже будучи студентом старших курсов работал со сборными со сборными мужской женской по дзюдо сборная лгп имя имени александра герцена если не было тренировки в герцена шоу тренировался сам были коммерческие тренировки на тот момент уже какие-то а ночи были свободны и вольные как бы не то что занимался но боролся михаил чем был чемпионом вузов города ленинграда по категории по-моему до 100 килограмм по вольной борьбе и спартакиада какая-то буревестника там тоже выиграл тоже до 100 по моему вот а ночи были свободны как-то нужно было зарабатывать и на тот момент подвернулась подработка предложили поработать приемчиком ночным в молочном магазине молочный магазин заполагался на площади красногвардейской потом она называлась площадь брежнева сейчас не знаю как она называется очень хороший большой магазин проходимость там просто бешеная было и рассказываю как каким образом проходила там работа я могу в часах ошибаться но по большому счету я приходил на часам к десяти или полдесятому к этому моменту уже помещение где-то товар продается вот этим до магазин работал вам до 9 вечера и соответственно я приезжал после закрытия магазина принимал магазин как бы под охрану и для того чтобы принимать товар у заведующий или у того чек кто замещал этого человека заведующего бразильская джоу-джитсу хороший хороший вид борьбы в партере да и соответственно приступал к работе то есть закрыл торговые площади были закрыты и у меня был коридор для приема товара эстакада и помещение холодильной камеры куда я должен был все это товар предоставить ну соответственно машина приходили не сразу за ночь получалось три машины в основном две три машины михаил жена у меня есть и товар был очень-то однотипный постоянно это молоко творог сметана творожная масса кефиры вот и работа приходит проходила к андрею бассинину отношусь очень хорошо приходил значит 10 часов люди все из магазина уходили я закрывался немножко отдыхал после тренировки но как отдыхал там было помещение в котором можно было прилечь но отдыхать можно было только со включенным светом почему потому что очень много было тараканов буквально мощный большое количество тараканов и я на тот момент смог найти найти мелок специальный противо тараканы противо вот таких всех насекомых назывался мелок машенька как сейчас помню и я буквально очеркивал очерчивал вокруг себя как в фильме в чечево круг машенькой вокруг себя и тараканы в принципе ко мне не ну не подбирались единственное было неприятно когда тараканы падали с потолка руслана комов я всегда говорю очень хорошо отношусь потому что руслана комов это очень классный методист спортсмен человек и плохо было то что сверху они могут чертить никаким образом сверху тараканы падали и вот получилась такая картинка я приходил ложился на кушаточку такой чтобы немножко после рабочего дня отдохнуть который основной рабочий день и очертив себя вокруг себя кругами машенькой защитное поле вам мог немножко отдыхать но на самом деле очень тяжело было при свете отдыхать потому что переди была бессонная ночь приходилось очень много разгружать я позже скажу сколько привык приходился разгружать и иногда все таки я выключал свет когда выключал свет а потом включал когда машина пришла или нужно было отойти там шумы какие-то были в магазине нужно было проверить посмотреть в общем то ужасное зрелище потому что потолки и стены все вот эта кухонька все помещение было сплошь насекомыми михаил да давайте мы про броски по-другому говорим сейчас я на другой теме рассказываю да броски эффективно отработаны я отвечу конечно вопрос броски отработаны сделаны в нужное время нужным образом и один раз я с дуру решил что-то в духовке подогреть или спечь не помню время там как бы была возможность открыл духовку и оттуда как в фильме ужасов просто-напросто такая сотни тараканов вывалились и разбежались по всей кухне ну я такие ужасы почему говорю да 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 татьяна здравствуйте нахлынули воспоминания вот я рассказывал что они наклынули в те выходные когда у дочки было 35 лет и вспомнили что было 35 лет назад и вот решил рассказать из кому-то будет интересно послушайте пожалуйста как это было тараканов вывали столько много из этой печки что я сразу закрыл и больше никогда на протяжении вот того года как я там работал примерно по ночам никогда больше не открывал значит режим был какой по моему сутки через ночь через ночь то есть ночью работаешь ночью отдыхаешь и было тяжко тяжко было честно говоря зарплата была 80 рублей как сейчас помню за всю эту работу тараканов нет сейчас уже не боюсь они не кусаются я просто рассказал тому что что приходилось преодолевать за ту небольшую сумму которую приходилось которую получилось зарабатывать в этом месте ложишься отдыхаешь знаешь что в принципе будет три машинки там бывало четыре но вообще три как правило сначала где-то в час ночи приходили бидоны с молоком вот я могу что-то конечно может сейчас не совсем точно сказать но принцип такой приходило такие алюминиевые бидоны по 50 литров и их приходило 35-40 в зависимости какой день перед выходными побольше в рабочие дни поменьше то есть я лежу звонок в дверь я это в час ночи то есть приходилось немножко расслабиться уже вдруг звонок вскакиваешь бежишь значит вытаскиваешь из машины на эстакаду 35 бидонов с молоком это плохо михаил надо и гонять тараканов много в головку в комнате надо гонять их и принимал молоко 35 бидонов потом еще какие-то бидоны были сметана творожная масса творог ну доходило там где-то до до 50 бидонов я тут же высоко да все это складывал принимал по накладной все заполнял документы машина уходила я вот эти там 35-40 иногда 50 бидонов по длинному коридору тащил в бразильную камеру ну в холодильник холодильник вот и нюансы год работы 85 год 1985 год 35 лет назад вот как сейчас вспоминаю там для того чтобы спину не ломать потому что очень много приходилось таскать бидонов по коридору не в наклонку были крюки то есть крюк метровая примерно такая железная крючина хватаешь бидон страшно и коронавирус болезнь до цепляешь бидон это когда машина ушла ты закрылся и через длиннющий коридор тащишь по дома до холодильника все перетаскиваешь 35 бидонов или 50 до холодильника потом открываешь его быстро затаскиваешь туда то есть в принципе за часа полторы полтора работы полтора часа поработал ночью так скажу не другая работа вот с одной стороны не так много 350 бидонов по 50 там литров ну там примерно 50 килограмм до масса получается на 2 500 там казалось бы ерунда штангисты получают поднимает много больше но штангисты подняли один раз а мне нужно было эти 50 бидонов как бы неоднократно на эстаказе из машины на эстаказе по коридорам от волокоть потом все установить в холодильниками то есть получалось довольно таки приличная физическая работа после того как все загрузил закрыл свет лишний выключил андреевич подскажите какое отношение форту как гирю гиревой спорт отличный спорт прекрасный гиревой спорт всем всем рекомендую очень жалею что свое время мало уделял время гиревому спорту ну честно я гриб как-то не очень было у нас не не очень хорошо вот гиревой спорт очень хороший спорт хорошо маха михаил что учитель четверки пятерки лучше больше на пятерки учиться загрузил все бразильную камеру в холодильную камеру идешь отдыхать опять же если выключаешь свет ужас да как фильм ужасов происходит там все шуршит все движется там попил водички лег отдохнуть только забываешься звонок опять приехал другая машина привозит допустим там со стекла со стеклом ящики там ящики по 20 бутылок бутылки кефир ацезофилин ряженка вот то что было советской там с полосочками такими очень вкусный хороший кефир то есть там поменьше ящиков конечно грузить но тоже принял перетащил загрузил только лег опять как машинка приехала и вот такая кутерьма фактически с небольшими перерывами до пяти утра где-то по пяти утра уже все поездки михаил хорошо тайский бокс и дзюдо хорошая комбинация час остается на то что просто отдохнуть после ночной смены приходит 7 человек к 7 часам человек принимает весь товар отпускает тебя бегом на трамвайчик домой помыться перекусить и по новой начинается день и вот так вот получалось что ночь через ночь приходилось работать ну конечно когда тех ну кто кого есть дети поймут меня и любые были 9 мая маленький да поймут меня прекрасно когда дочка родилась вот те ночи которые я проводил на работе молочном магазине лысо из богу да хорошо мучаю буду еще больше будет будет возможность при случае до помучим его и те ночи армейский хороший армейского рукопашный вы естественно конечно хороший и те ночи когда приходилось работать когда родился ребенок уже стали казаться просто отдыхом отдыхом потому что первые месяцы не получалось поспать по-человечески нормально дома вот и получилось что при таком ужасном ночном нет я не в том числе у гиганта работал сергей это красногвардейская площадь площадь брежнева называли одно время еще ее там магазинчик прямо на фактических площади примыкает там где трамвайные пути напротив трамвайной остановки очень хороший магазинчик был очень проходной очень много товару было вот на самом деле сырки это глазированные сырки которые советские пресловутые да их мне не доводилось принимать но мне как бы оставляли они приходили дневное время обычно мне оставляли потом приезжал специально за ними забирал потому что сырки которые были на творожные сырки очень сочные очень вкусные шикарные сырочки были не в обиду тем сыркам которые сейчас продают предлагается до продажи нынешние не годятся красивые конечно упаковочка такие все хрустят но не сравнить с тем с теми сырками которые были качественные то есть сырки больше дня просто очень хорошо михаил поздравляю да что диана девушку зовут хорошее имя так романтично да и вот возвращаясь в магазину то есть иногда приходилось некоторые товары видеть которые как бы до магазина и не но в маленьком маленького и количестве мало появлялись на прилавках потому что они расходились среди фактически тех кто работает в магазине там приходил по ящику по 2 какого каких-то вкусных вкусностей там творожных не помню как называется но но было такое было такое вот и получался бюджет в то время стипендии 40 или 42 рубля что-то такое за сборную за мужскую сборную института герцена получать от рублей 30 35 не больше и 80 рублей получалось с ночной работы михаил поздравляю что завтра свидание с девушкой и вот плюс 80 рублей вот такой бюджет получался в то время фактически новых с трудом но как-то как-то выживали работал один в семье на тот период вот как-то так на нахлынули спасибо бро слушать то слушать просто тут как бы рассказывать растягивать особо нечего просто я захотел поделиться той историей которые которые в частности сильно повлияло на на меня потому что целый год работать в на в режиме ночь через ночь и разгрузить довольно таки большое количество товара это физически большая нагрузка это психологическая большая нагрузка вот я что хочу сказать что даже в такой ситуации при такой работе я хочу сказать спасибо сказать спорту потому что если бы не занимался спортом то я бы просто не смог выдержать такие нагрузки ну просто нереально было бы выдержать никакие не не физически не не психи не психические нагрузки потому что на бошку давило очень сильно приходить ночью работать условия просто дикие ужасные за запахи в магазинах и там в коридорах не самые приятные поэтому выдержки спокойствию умению выдержать трудности тяготы и лишения как в армии говорят да мне помогла вот такая да спасибо за вопрос классно про юрий соколова я знал конечно юрий соколова мы с ним были одна одногодки и и когда я в армии служил два года был призван и защищал честь ленинградского ска естественно что мы когда он был не на сборах на сборной союза мы тренировались ска инженерной улице вместе и на сборах каких-то были до с юрий соколовым до связано но когда мы с ним пересекались уже сборной союза не был когда он пересекался каким-то соревнованием готовился дома и мы были рядышком человек сложный человек интересный но все талантливые люди они все сложные все интересные по-своему естественно ничего плохого как бы не хочу да если хотел бы сказать не сказал бы про юрий скалова но скажу вот такой момент я уже о нем где-то рассказывал но раз спросили могу рассказать у нас был один раз такой случай в алмате ли в ташкенте мы были в ташкенте по моему был кубок союза ну вы замы сборной ленинграда кубок союза та гостиница где мы жили была относительно далеко от зала где проводили соревнования и юра себя проявил для что для меня это было очень такое откровение соответственно все были без без лишнего рубля денег не было никаких машина за нами автобус не приехал ехать на такси и сами понимаете денег нету как поступить и тут юра цоколов видишь что сейчас мы можем база обознать на соревнования и как бы нас снимут вообще стыд духа на кубке союза команда не приехала бороться и вы лишь принимать решение достает там из своих спортивных штанов откуда-то там трешку или пятерку махнул пятерка это навелся какой-то автобусик небольшой мы сразу запрыгнули в этот автобусик и благополучно приехали на соревнования юра даже никаким образом не дал не намекнул ничто что ребят давайте как бы скинемся еще что-то но понимая что все очень-то нищеброды вот а у него там были какие-то все-таки возможности сборный союз там получше и какая-то стипендия была получше то есть была свободная купюра денежная он эту денежную купюру без раздумий без ничего как бы на общее дело пожертвовал у меня есть я два года назад был на турнире памяти юры сосновом бару мы навестили кладбище сержо привет из харькова харькова привет мы навестили магиру татьяна татьяна брусинцова я принимаю принимаю укоры принимаю укоры наверное сделаю вот татьяна брусинцова это мой учитель гуру в части оформления вот таких эфиров и youtube канала татьяна спасибо я виноват каюсь сделаю обязательно потому что я кровно заинтересован так вот возвращаясь к юре и мы навестили турнир память юры и мы навестили могилку я сделал небольшой такой репортаж буквально буквально там две минуты наверно то зарисовка как мы навестили могилу поэтому я как бы не размещал потому что ну кладбище размещать сами понимаете должен быть или повод какой-то и просто так ну некрасиво поэтому если люди которые юру соколова вспоминают добрым словом хотели бы может быть не имея возможности приехать за снова бор там поклониться положить цветочек но кто почитал юру соколова но могу в принципе разместить это видео показать вот последнее пристанище юру соколова сосновом бару на городском кладбище а так юра конечно талантливый человек талантливый одаренный по всем так скажем ему было дано бороться было дано бороться тренер хороший был веселов он и есть слава богу